В торгово-промышленной палате состоялся российско-сирийский деловой форум. Бизнесмены обеих стран обсуждали пути восстановления сирийской экономики и дальнейшее сотрудничество. В конгресс-центре ТПП арабскую речь в этот день можно было услышать чаще, чем русскую. На форум в Москву съехались представители всего сирийского бизнеса. Около ста компаний из разных секторов экономики. Сельское хозяйство, торговля, нефтяная и химическая промышленность – все то, чем жила страна до войны, сегодня нуждается в восстановлении. Мы встречаемся здесь, в Москве, через полгода после проведения первого российско-сирийского форума. Очень важно, что за это время мы смогли сильно продвинуться и наметить конкретные шаги по взаимодействию. Многие российские бизнесмены успели побывать в Сирии и подписать с нашими предпринимателями соглашение о сотрудничестве. У нас позади семь лет войны. Масштаб разрушений огромен. Мы возлагаем большие надежды на совместную работу с Россией. Россия на форуме представляет более двухсот компаний. Это прежде всего строительный сектор производства машин и стройматериалов. Также большой интерес у сирийцев к нашему судостроению. На сегодняшний день весь флот республики нуждается в ремонте и обновлении. А разрушенная войной инфраструктура ждет участие российского энергетического бизнеса. Это не акция благотворительности. И сирийский бизнес, и наш бизнес, он почувствовал запах выгоды от нашего двухстороннего сотрудничества. Все прекрасно понимают, что время войны подходит к концу. Начинается большая стройка. На стройке всегда можно заработать. На восстановление сирийской экономики по разным оценкам потребуется от 200 до 500 миллиардов долларов. Это делает страну весьма привлекательной для иностранных инвестиций. В то же время приоритет сирийские власти обещают отдать российскому бизнесу. По словам президента ТПП Сергея Катырина, бизнес в стране, где еще идут военные действия, сопряжен с риском. Но в данном случае этот риск оправдан. Так же, как в России, вы знаете, в свое время, когда мы имели тут всякие проблемы, там и на Кавказе и так далее. Но инвесторы же были. И те, кто тогда вложился, оказались первыми. И уже на этот рынок, который они заняли, не очень-то кто другой может и прийти иногда, потому что ниша занята. И те, кто первыми оказался, те оказались выигрыши. Некоторые программы сотрудничества между Россией и Сирией уже успешно работают. Это, например, поставка овощей и фруктов из Сирийской республики в российские регионы. Вернуть стране статус туристического объекта мирового значения – тоже важная задача, стоящая перед бизнесом. После проведения форума ожидается подписание контрактов на общую сумму около 50 миллионов долларов.